В этом видео я покажу как пользоваться Alderete Summa 20. Это достаточно типичная суммирующая двухпериодная машина. Похожих выпускались десятки разновидностей. Все они похожи функционально, разве что обычно имеют набор клавиш вместо джойстика. Числа вводятся в машину также как в современном бухгалтерском гуляторе. Вот, скажем, хотим набрать 123. Набираем 123. Кнопка с одной, двумя и тремя точками вводит 0, 2 0 и 3 0 соответственно. Добавляем 23000. К сожалению, введенное число нигде не показывается. В специальном окошке вы можете увидеть только количество введенных знаков. Вот. Кошка. Вот. Видно, что знаков введено в 6. Я сейчас нажму 0 и их станет в 7. Если число введено с ошибкой, вы можете рычагом стереть его, но только целиком. Вот так. И ввести заново. Вот я, скажем, 121 сейчас возьму, введу. Теперь, если мы повернем большую ручку, вот эту, то число напечатается и прибавится к главному единственному счетчику. Вот она напечаталась, видно. И теперь это число находится в счетчике, результатов. Вот. Одновременно с вводом числа оно сбрасывается с клавиатуры. Если вам не нужно, чтобы оно сбрасывалось, нужно перевести ползунок умножения в верхнее положение. Вот видите, значок умножения белым стал. Нижнее положение черное, верхнее белое. После этого можно введенное число использовать несколько раз. Вот, скажем, сейчас мы умножим... Сначала сейчас сбросим. Это был сброс, я чуть-чуть позже покажу. Умножим числа 12 на 12. Вводим 12, прибавляем его к нулю один раз, два раза, вот мы умножили на 12, получили 144. Чтобы было лучше видно. Для того, чтобы сделать что-нибудь еще, нужно воспользоваться джойстиком. У него есть пять положений. Центральное сложение по умолчанию. Левое... Просто печать числа без сложения. Сейчас я, например, напечатаю число 123. Оно введется, но ни к чему не прибавится. Так удобно, например, номера печатать. Правое положение. Вычитание из счетчика введенного числа. Вот я вычитаю 12 из счетчика. Счетчик сейчас 0, сейчас будет минус 12. Как видите, после каждой операции джойстик возвращается в исходное центральное положение. Если вам нужно, чтобы не возвращалось, то есть специальный рычажок. Вот этот. В таком положении, например, счетчик будет... Аппарат будет раз за разом вычитать число из счетчика, а не складывать. Ну, не надо сейчас. Вот. И еще два положения. Верхняя. Это нижняя ромбик. Печатает число, получившееся в счетчик результатов. И все. Сейчас мы вышли из него 12. Получилось минус 12. И верхняя, которая печатает это число и сбрасывает его. Вот. Мы напечатали, опять-таки, значение счетчик результатов. 12. Минус 12, извините. И сбросили его до нуля. Если сейчас мы еще раз распечатаем число, то окажется, что там 0. Да. Вот. Да, я не знаю, видно или нет, но алифмометр этот, счетная машинка, печатает отрицательные числа еще и красным цветом. Это удобнее, если видно. Честно говоря, не очень видно, потому что лента старая. Вот. Ну, собственно, и все. Больше эта машина ничего не умеет. Напоследок взглянем на напечатанную машиной ленту. На ней отображаются все результаты работы в формате, одинаковом для большинства суммирующих машин тех времен. Обратите внимание, что справа от числа почти везде находится знак рода работы. В первой строке его нету, потому что у нас здесь был род работы по умолчанию, сложение. Дальше у нас идет звездочка. Обозначающая распечатать и сбросить число. И, как это в старых книгах называлось, род работы окончательный итог. А вот мы ниже распечатали число, не стирая его. Это обозначается ромбиком и называется промежуточным итогом. Ну, вот еще есть минусы, а не минусы, а есть вычитание или отрицательный результат. Есть стрелочка, которая означает, что мы напечатали число с клавиатуры, но никаких математических операций не проводили. Теперь все.